В прямом эфире студия репортер Свероника Веляцкой. Здравствуйте. Тема нашего эфира – жестокое обращение с животными и правовые механизмы решения этой проблемы. Подробнее раскроют с нами эту тему Светлана Барсукова, председатель общественной организации «Общественный совет зоозащитников Одессы», юрист Ольга Целинская и волонтер Илона Сильвачинская. Приветствую вас. Добрый вечер. Построим наш эфир следующим образом. Будем рассматривать частные случаи и уже они станут индикатором определенной системной проблемы. Поймем с вами, как ее решать. Начнем с того, что в последнее время в кругах зоозащитников много идет историй про случай Чапаевского живодера. Его собака, он дравлял собаку на других животных, пострадала беременная женщина, вся вот эта история. И что главное, то, что в прошлом году суд вынес решение 17 гривен штрафа. Каким образом это произошло? Я знаю, что сейчас вы боретесь за то, чтобы это решение пересмотрели. Есть ли какие-то успехи? Ну, скажем так, для того, чтобы рассматривать все моменты, о которых мы с вами говорили предварительно, следует отметить, что таких случаев в последнее время стало непозволительно много. И, наверное, они действительно являются индикатором того, что у нас что-то не так. И в решении этих вопросов, и с моралью людей. Потому что на самом деле люди имеют большой моральный долг перед животными. Смотрите, какая ситуация. Хозяин завел собаку. Собаку бойцовской породы. Питбуль. В цивилизованном мире для того, чтобы завести собаку такой породы, надо получить специальную справку. Принести справку от психиатра, что человек эту собаку не будет использовать в каких-то, ну, скажем так, незаконных целях. Что происходит у нас? У нас этот вопрос не отрегулирован. Как следствие, хозяин развлекается, он ищет зрителей. Причем зрители эти ему подходят слабонервные, назовем так, беременные женщины, малолетние дети. И он натравливает свою собаку на протяжении, вы не поверите, пяти лет уже на бездомных животных, маленьких домашних животных. И все это делается в присутствии людей. Вот та ситуация, которая была... Вы знаете, это, наверное, вопрос к людям. Молчат не все, но те, которые говорят, они как-то не очень услышаны в тех структурах и в тех органах, которые должны этим заниматься. У нас с вами будет еще один, я надеюсь, приведен пример, когда должны должным образом реагировать, извините за татологию, но на самом деле происходит обратное. Вот этот питбуль, да, женщина потеряла ребенка, муж решил довести дело до конца, было решение по суда. Давайте проясним, что она в беременном состоянии, увидела эту картину. Увидела на нервной почве, да, у нее случился выкидыш, и муж, естественно, хотел, скажем так, возмездие в законодательном поле. Законодательное поле по решению суда заключалось в том, что 17 гривен штрафа. Ну, это насмешка, а не решение. А вот каким образом суд может постановить решение, что 17 гривен, потому что ущерб все-таки он несоразмерный, да? Вы знаете, любой ущерб, он должен быть доказан. Вот если, не дай бог, кто-то вдруг увидел, да, явился очевидцем такой ситуации, то нужно не остановиться, вызвать полицию, находясь рядом с трупом этого пострадавшего животного, зафиксировать этот факт, настоять у полиции, чтобы была вызвана на это место происшествия следственная группа для того, чтобы труп животного забрали на экспертизу, и экспертиза дала заключение о том, что животное погибло, да, в результате удушения или его разорвала бойцовская собака или какой-то другой момент, да, обязательно следственная группа. Но смотрите, что получается. Полиция сегодня у нас отзывается на такие вызовы, выезжает, работает по таким вызовам, приезжает следственная группа. Я уже практик в этом вопросе и говорю вам от лица практика. Есть, допустим, данные экспертизы, но не всегда свидетели хотят вести это дело дальше, приходить, давать показания. И вот в этом сложность. Вы знаете, много разных причин. Мне кажется, что с инертностью наших людей. Ведь все-таки у нас сегодня эта проблема жестокости стала настолько масштабной, что побороть мы ее тоже можем масштабно. Поэтому нужно давать такие показания. Не поленитесь, придите в суд. Вы этим предотвратите в дальнейшем такие случаи. Давайте будем вместе с этим бороться. Я всех призываю к этому. То есть по факту, если найден труп животного, необходимо вызвать 102? Ну, скажем так, или если вы свидетелем явились гибели животного, или какой-то ситуации, да, вызывать полицию. Полиция, кстати говоря, нам бросает вполне законный упрек иногда. Они говорят, ну хорошо, мы разбираемся, но нам нужны документы. А документы люди часто не хотят подписывать. Причин много. Но самое главное, это какая-то социальная инертность. Абсолютная. И человек думает, если его это не коснулось сегодня, то не коснется завтра. Но дело в том, что когда приходит завтра, то уже, извините, ситуация меняется тоже не в его пользу. А что касается штрафа, я отвечу на вас вопрос. Это все в рамках правового поля было. У нас такие штрафы были предусмотрены по закону. Вилка от до. Она привязана была к необлагаемому минимуму. Вот 17 гривен и привязали. Да, кстати говоря, сейчас, мы очень надеемся, в Верховной Раде будет вынесен первое чтение, успешно прошел этот законопроект. А вот на следующей неделе должно быть второе голосование. Там санкция ужесточается до 8 лет лишения свободы. То есть, если людям не доходит, убеждая их, они не понимают, что надо быть добрым, отзывчивым и уметь страдать, то, может быть, чувство страха перед таким наказанием немножечко будет их останавливать. Надежда хотя бы на это. По поводу гражданской ответственности, снова-таки на днях был случай, когда животное пыталось транспортировать коммунальное предприятие, насколько я знаю, и в итоге оказалось, что животное было с большими повреждениями, травмой печени. Вот каким образом это происходит и вообще проработаны ли эти механизмы? Если ты увидел животное, которое травмировано, у тебя по каким-то причинам нет возможности его транспортировать самостоятельно, либо нет времени, что делать в этом случае? Знаете, мы специально пригласили сегодня в студию девушку, которая является опекуном этого животного. Когда человек кормит, лечит, заботится, причем делает это абсолютно, скажем так, в свое личное время и за свои личные средства, и не получает помощи хотя бы в таких моментах, как транспортировка животных, то появляется много вопросов к тем службам, которые должны это делать. Моральную сторону и психологическую она, наверное, опишет лучше сама. А я потом остановлюсь на юридических аспектах, что привело к этому. Здравствуйте, меня зовут Илона. Я являюсь волонтером и конкретно опекуном этой собаки. Не только этой собаки, а, естественно, еще один из тех собак, которые находятся конкретно на этой территории. Ко мне люди обратились, которые там работают, охраняют эту организацию, обратились за помощью. Конкретно ко мне, потому что я просто проезжала мимо в один день, это было, может быть, полгода назад, перед тем, как попасть на работу. И я кормлю достаточно большого количества собак, наверное, перед тем, как я попадаю на свою работу. Все удивляются, как? Ну, успеваю, стараюсь. И они мне говорят, что они неоднократно, причем, обращались в эту службу за помощью, потому что собаки, все, кто там находится, они не стерилизованы, они не привиты. И, естественно, меня охватил страх и ужас. Я думаю, господи, когда происходит свадьба животных, сколько еще появится щенков на этой территории. Там порядка, наверное, около, наверное, больше 6-7 сук примерно, которые, естественно, не стерилизованы. Большинство из них стерилизовала я сама, за свой счет. Вот. А две собаки были простерилизованы в приюте. Приют закрылся. По каким причинам, я точно как бы не знаю, но он был закрыт. Имеется в виду немецкий стерилизационный центр. Да, немецкий стерилизационный центр. И собаки находились достаточно на большом сроке уже, когда нужна была помощь в этом вопросе. Естественно, я обратилась в эту службу. Что в результате? Что в результате получила, наверное, это первый и последний раз в моей жизни, когда я обращаюсь в такую организацию, потому что сейчас я за свой счет конкретно, оплачиваю, так скажем, лечение этой собаки. Как это происходило? Так как я работаю с 9 до 6 вечера, я, естественно, не могу присутствовать при приезде этих людей на эту базу. Я договариваюсь с охранниками, которые также их кормят и за ними смотрят. Они говорят, Лона, не переживай, все будет хорошо. Но знаете как, я за них очень сильно переживала и нервничала, потому что в основном, я же еще раз повторюсь, я сама все это делаю. Я не обращаюсь в такие организации, потому что разные отзывы слышала и так далее. Что все-таки в результате у нас чуть-чуть. В результате, да. Я приехала утром перед тем, как они забирали собаку, с собакой все было хорошо. Она выбежала, мы ее покормили, то есть с ней было все в порядке. Они приехали на эту базу, сидировали собаку, положили ее, естественно, в машину и должны были перевезти в клинику, где по договоренности с врачом должна была осуществляться операция. Через 15 минут, как забрали собаку, звонит мне один из этих людей и говорит о том, что у собаки была остановка сердца. У меня, естественно, на шок. Я спрашиваю, что произошло с собакой. Он говорит, я произвел ей реанимацию. Такое бывает у беременных собак, если переборщить, ну, как бы с дозой. Я перезваниваю врачу, это Ушуков Олег Степанович, клиника Наразумовского, 54. Я оповещаю его о том, что с собакой такое случилось. Была остановка сердца, говорю, я вас не могу об этом не оповестить. Он говорит, все, быстрее везите собаку, я должна ее оперировать. Собаку привозят, она попадает на операционный стол к врачу, он начинает проводить операцию. Внутреннее кровотечение, сумасшедшее просто. Он не мог меня не оповестить об этом. Он мне перезванивает и говорит, Илона, я спасаю собаку. У меня шок, я говорю, что с ней произошло. Он говорит, у нее сильное внутреннее кровотечение, мне придется сделать больше разрез, как есть. Вот по заключению врача ветеринарной медицины для плановой стилизации, во время операции выявлено обильное кровотечение в брюшную полость вследствие разрыва правой доли печени и селезенки. А в результате чего это могло произойти? Здесь пишется по заключению предположительно травматического характера. А теперь я, если позволите, сам факт свершился. Смотрите, у нас в городе... В системе что это значит? Вот смотрите, у нас есть такое благотворительное учреждение, приют на шестом километре, которое занималось стерилизацией. Транспортировкой животных в это БУ занималась служба отлова коммунальная. Это не первая ситуация такого, скажем так, сомнительно скандального характера, когда, например, ловцы привозят животных не туда или не тех, забрали животных, потом не привезли. Люди отдают животных лапцам, но когда они хотят поинтересоваться, что же с животными, уже переводятся стрелки на БУ. БУ то ли выдаст, то ли нет, кому как повезет, и когда выдаст, и куда, уже нет. То есть у нас нет единой системы, чтобы и отловом, и стерилизацией, и ответственностью за этих животных занималась одна структура. Что получилось в этот раз? Немецкое заведение было закрыто полтора месяца, больше даже, по-моему. А служба отлова, она коммунальная, они же не могут не ходить на работу, потому что какое-то частное заведение решило закрыться. Мы сейчас не о причинах, мы говорим о факте. Значит, они ходили на работу, скажите мне, пожалуйста, они должны выполнять те функции, ради которых они создавались? Ну, наверное, должны. Их же не создавали как обслугу для немецкого заведения, их создавали как службу для того, чтобы одесситам было удобно и комфортно возить животных на стерилизацию, на операции, все. То, что они не приезжают по вызовам в дневное время, в вечернее, то есть у них сугубо служба работает в утренние часы, когда они занимаются плановым отловом, так называемым. Все наши попытки согласовать на договорной основе, кто за что отвечает, какая ответственность, как это должно строиться, не увенчались успехом. В рамках программы все это вот так вот размыто, кадровые вопросы и все. Но самый основной момент – реакция. Вот я вам говорила, мы ожидаем реакцию тех служб, которые должны провести расследование. Факт – собаку погрузили здоровую, непобитую и с целой печенью и селезенкой. К доктору она попала с разрывами. Но надо разобраться, что произошло с собакой. Но, наверное, любой нормальный человек понимает, что надо. Что мы имеем в итоге? Вместо нормального служебного расследования, вместо установления истины и наказания виновных, вместо того, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, мы имеем просто компанию по давлению, скажем, на всех лиц, которые оказались участниками. Илоны номер телефона, личный, мобильный, считают возможным раздавать всем, для того, чтобы ей звонили и просили забрать заявление из милиции. Ее давят на то, что это все не соответствует действительности. Хотя заключение – вот оно, доктор это подписал, и собака – вот она. В общем, нету конечного заведения. Так нету конечного. Больше того, идет массированная атака на всех, кто может дать более-менее достойные показания в рамках этого. Нет желания разобраться в ситуации и нет желания поменять систему. По поводу желания у нас остается несколько минут всего. За последние 10 лет в Украине по факту жестокого обращения завели всего 78 уголовных дел, и всего 11 из них дошли до суда. То есть за 10 лет 11 судебных разбирательств. Мы знаем, что много людей, которые жестоко обращаются с животными, в том числе докхантеры. Почему? В чем причина? Либо органы не хотят реагировать, либо люди не замечают. Вот ваше мнение, наверное, как юриста. А вы знаете, а давайте я предложу, что мы оставим эту практику в прошлом. У нас ждет совершенно другая в будущем практика. И я вас уверяю, уже все налаживается, у нас все будет хорошо, и мы действительно евроинтеграцию осуществим в рамках той евроинтеграции, как ее видят. У нас есть мечта, и мы сейчас семимильными шагами идем к ее осуществлению. Мы мечтаем, чтобы в городе Одессе был построен полноценный приют для животных, доступ к которому имели бы все одесситы круглосуточно 7 дней в неделю. То есть информация, чтобы он работал прозрачно, чтобы в нем была собственная служба отлова, чтобы в нем была собственная ветеринарная клиника, чтобы в нем была собственная карантинная площадка, и чтобы люди, извините, по ночам не собирали сбитых собак и не везли их за собственные деньги для лечения в частные клиники, а чтобы об этом побеспокоилось наше общество. Вопрос финансирования всегда идет как-то вот, а денег на это нет. Поверьте, очень много людей есть сегодня тех, кто готов финансировать все это. Надо людям создать нормальные комфортные условия для того, чтобы они могли делать то, что делают сегодня. Но мы испытываем, вот в данной ситуации мы испытываем сопротивление коммунального предприятия и службы отлова в частности. Понимаете, наверное, кому-то выгодно, чтобы мы этим не занимались, и чтобы у нас ничего не получилось. Но у нас будет европейский нормальный приют. Причем у нас мечта объявить конкурс на директора этого приюта по городу. И тест будет основной, это любовь к животным. Я вас возвращаю к программе, хочу акцентировать внимание на одном моменте. В самой программе городской написано, что основанием для увольнения сотрудника службы отлова является однократное жестокое обращение по отношению к животным. Однократное. Мы этого однократного случая, понимаете, сто раз по-однократному. Где результаты? Нет. Нету. Все покрывается, все держится в тайне, сохраняется честь мундира, и дальше страдают люди, тратя свои нервы и деньги. Действительно верю, что мечта в приют будущего, европейский цивилизованный приют осуществится. Я думаю, что все неравнодушные горожане, у нас много одесситов присоединятся и помогут своими усилиями. Берегите себя, берегите своих животных. С вами была Вероника Годяцкая. Оставайтесь на репортере. Продолжение следует...